рекламы и самое главное сейчас пуститься в путь. Я вам сегодня немножечко расскажу о себе, почему Арифлейм, что было до этого, что сейчас приходит со временем уже с возможностями от компании и какие есть перспективы. Начнем, наверное, с того, что было до Арифлейм. На картинке вы сейчас видите, наверное, успешную женщину, так можно назвать. Если взять до Арифлейм, то это было немножечко в другом формате. Вот сейчас появляется картиночка, да, это двое моих малышей. Мой старший ребенок это Ростислав, сын, младшая дочка у меня Ангелина. Вот, в принципе, то, что было много лет тому назад. Я была хорошей мамой, я была хорошей женой, я все возможное, наверное, отдавала своим детям для того, чтобы в жизни им было немножко легче. Мама мне говорила, доченька, учись очень хорошо, и у тебя будет, наверное, все. Я училась очень хорошо, я после того, как закончила школу, поступила в техникум, после техникум, я поступила в высшее учебное заведение, я закончила, у меня один красный диплом, один обычный диплом, и я все время старалась быть немножечко лучше, да, чем вчера. Каждый день я старалась что-то сделать новое, каждый день я старалась что-то новое прочитать, я самостоятельно делала все уроки, естественно, да, и какие-то варианты я брала на себя по дому, обязанности. Шло время, естественно, уже когда появились дети, я понимала, что что-то надо делать немножечко больше, чем просто декретный отпуск, и понимая, что после того, как у меня было уже заслуженных, скажем так, два красивых, две красивых обложечки уже лежали, скажем так, у меня дома, я понимала, что какой был итог. После того, как я отучилась, скажем так, на одно, на одну специальность, я пошла работать в Реческое райпо, именно туда меня отправила, скажем так, возможность, да, организация, которая меня учила, и получив второй диплом, какой был итог. Полтора миллиона оклад, забудьте, что у вас есть дети, забудьте, что у вас есть какие-то возможности, вы просто должны находиться на своем рабочем месте, тогда, когда от вас потребует руководство, тогда, когда этого захочет непосредственно организация, и никого не будет волновать, если у вас маленькие дети дома, есть ли у вас возможность вообще, то есть какое-то время, выходное, да, потратить на работу. Я понимала, что выходить на государственную работу, на такую сумму, просто на сегодняшний день, это, ну, нереально. Мы сели, посидели, обсудили с мужем, мне было очень обидно. Уходить с работы было тяжело, но не столько из-за денег, сколько понимание и мысль о том, что все твое время, которое ты потратил на обучение, стоит полтора миллиона белорусских рублей. Ну, это было на сегодняшний день 4 года назад, 5. Я понимала, что проезд и покушать на обед мне выйдет намного дороже. Уходить с работы оказалось, наверное, скажем так, сложнее морально, да, но потом я понимала, что диплом, который у меня был, да, мне возможность иметь образованность. Данная образованность привела к тому, что я не сидела на месте. Я искала возможности, как мне реализовать себя и заработать какую-то небольшую или большую сумму денег. Я стала делать контрольные работы. Контрольные работы я делала с ноля, я бралась за них очень серьезно, и результат, который давали мне работы, это быстрые деньги. Я понимала, что я могла взять 3-4 контрольные, у меня стояли уже очереди люди многие, которые выпускались, скажем так, были от первого до последнего курса, да, с моими контрольными работами. Я понимала, что когда у кого-то нет времени и желания, и возможно нет какого-то опыта в оформлении этой контрольной работы, я могла им помочь. Как-то в какой-то момент я очень сильно заболела и поняла, что 2 дня или 3 выпал полностью из рабочей колеи. Я понимала, что мне надо в любом случае отдать людям контрольные работы в течение нескольких дней. И так получилось, я на эти 3 дня должна была полностью забыть о том, что есть дети, о том, что есть семья. И я 24 часа в сутки сидела над этими работами. И в тот момент я поняла, что бизнес и деньги, которые зависят непосредственно от моего личного участия, это не бизнес и это не деньги. Когда мысли пошли дальше, мы сидели, прорабатывали какие-то новые веяния, да, то есть открыть свой собственный бизнес так, чтобы это было красиво, так, чтобы это было масштабно, так, чтобы это было узнаваемо. И я решила открыть свой собственный салон красоты. Опять-таки, вариант высшего образования и какой-то немножечко образованности дал мне просчитать полностью план, бизнес-план по развитию моего собственного бизнеса. Я думаю, что многие из вас, да, задумывались о том, что хорошо было открыть собственный бизнес и, ну, работать, скажем так, не на дядю, да, работать на себя. Мы просчитали, что данный бизнес мне будет стоить 58 тысяч долларов и о том, чтобы взять кредит, да, мысли появились сразу, потому что невозможно на сегодняшний день, да, семья молодая сразу заработать такие деньги и ими пользоваться. Была определенная сумма, которая была непосредственно у нас в семье, и я понимала, риск очень велик. И просчитала, когда я получу назад эти деньги, это был срок 8 лет. И тогда обратная мысль. А на кого я буду работать этих 8 лет? 8 лет непосредственного каждый день моего труда. А могу ли я рисковать теми деньгами, которые я заработала на сегодняшний день, моя семья? Деньги моих детей. Я не могу на сегодняшний день ими рисковать. И тогда решение о том, чтобы открыть шикарный салон, было остановлено. Все это время я покупала продукцию компании Reflame. Reflame находился непосредственно в окружении моей семьи, но это не было для меня решением бизнеса. Я просто покупала продукцию, мне это было очень удобно и выгодно. Я экономила для себя определенную сумму денег, я помогала своей семье получать продукты, не лишая их внимания. Экономила и время, и вариант бизнеса пока не вставал в напрямую компанию Reflame. Продажа это не мое, я имею высшее образование. Распространять косметику я была не готова. То есть покупать для себя, приобретать продукцию для своей семьи, мне было удобно. Ровно 7 лет я приобретала продукцию, но мысли о том, где мне заработать деньги, где мне стать успешной, не покидали меня никогда. Что происходило со временем? То есть я находилась в домашнем, скажем так, окружении, декретный отпуск. Моя семья была рядышком со мной и за время декретного отпуска я помогла своему мужу выйти на определенную ступенечку его развития. Мой муж стал занимать руководящую должность. Как я говорю, что это не без жены, потому что жена, которая встречает мужа, которая готовит дома кушать, которая тапочки подает, которая утюжит рубашки, которая готовит ему костюм на завтра, это, ну, скажем, часть успеха, да, супруга. И я готова была все это делать, мне это было в удовольствие. И в тот момент, когда муж выглядел очень хорошо, да, я думаю, что многие со мной согласятся. К сожалению, я не вижу чата, но я думаю, что вы где-то в какой-то момент, да, можете ставить галочку, я думаю, что будет видеть Аня, и Аня мне потом дашь ваши назад отзывы. Я думаю, что каждая из вас, находясь в декретном отпуске, если кто-то находился в декретном отпуске, вы понимаете, да, зачем мне красить глаза, зачем мне одевать красивую одежду, я думаю, я и так красиво, меня все узнают, да. И в один прекрасный момент я осознала такую мысль, а кто же я, кто я в этой жизни. И эти мысли в голове, они немножко не покидали у меня, потому что я была молодая, я живая, я очень хотела своего развития. Я понимала, что пускай в семье уже есть деньги, но я не могла быть никем. И один раз моя дочка пришла с детского сада, и когда я разговаривала с воспитательницей, она задала мне такой вопрос. Скажите, пожалуйста, а почему ваш ребенок говорит, что вы уборщица? И в тот момент это, наверное, был какой-то щелчок в голове, да, почему уборщица? Я сижу дома, меня обеспечивает муж, у нас есть деньги, но при этом мой ребенок называет, что мама уборщица. Задайтесь вопросом, почему ребенок так спрашивает, почему ребенок так думает? На кого мы похожи, когда мы просто стираем, когда мы просто убираем, когда мы готовим кушать, когда мы тапочки подаем всем приходящим? И в тот момент было, наверное, какое-то небольшое сознание, что надо что-то делать, и надо делать что-то очень срочно. И, наверное, когда человек что-то ищет, он получает. Чисто случайно, меня мой спонсор пригласил на мероприятие в Минск. До этого мероприятия любой вариант пригласить меня куда-то, да, был отказом полным. Для того, чтобы накрасить губы, мне не было необходимости ездить в Минск. Для того, чтобы купить себе парфюм, мне достаточно было попробовать этот аромат в каталоге. Поэтому, всячески, чтобы дать мне информацию, спонсор делал какие-то ухищрения для того, чтобы мне подать полную информацию. Но я все время отказывалась. Находилась я в тот момент в Минске, когда мне позвонил спонсор и сказал, Наташ, шикарное мероприятие, которое будет проходить в Минске, человек не смог поехать, билет просто пропадает. Ну, я красавица, умница. Я купила себе в Минске новую одежду, у меня была новая блузка, у меня была новая юбка. Кому мне в декретном отпуске показывать эту одежду? Я в Минске. Для меня возможность пойти в люди. Я согласилась. Я дала согласие тому человеку, который меня пригласил пойти на это мероприятие. Я шла на это мероприятие с полным ощущением того, что я звезда, у меня хорошо зарабатывающий муж, я обеспеченный человек. И то мероприятие, которое происходило, это была большая мотивационная встреча в Минске во дворце спорта, и была аудитория 5 тысяч человек. Это потом я уже поняла, что это был какой-то юбилейный год, и собралось очень много людей. Я зашла в зал, и я поняла, что людей очень много. Они все улыбаются, они все довольны. И когда я посмотрела на билет своего места, то оказалось, что мое место было на самой галерке. Я не помню точно, что было на этом мероприятии, я не помню, кто выступал на этом мероприятии. Я помню только одну девушку, это лидер компании Reflame, это Екатерина Тимоховец, которая стояла на сцене, молодая, красивая, успешная. Она всего лишь на пару лет старше меня, а у меня мысли были в голове, если я такая звезда, почему я сижу на галерке? Почему она молодая, красивая, стоит на сцене? Рать рассказывала свою презентацию, она говорила о том, что она зарабатывает деньги с компанией Reflame, что она при этом может обеспечить свою семью не только вниманием, но и деньгами. Она красивая, молодая, бизнес-леди. Она говорила о том, что она посетила за счет компании уже полстраны, полмира. Я поняла, что она незапаханная, что руки у нее не висят ниже колен. Значит, этот человек что-то получает от компании больше, чем думаю я. Я не понимала на тот момент, что такое директор компании Reflame, но все об этом говорили, что это хорошо, что это классно. И на обратной стороне билета у нас была пометочка «Напишите вашу цель». В конце мероприятия сделали паузу, чтобы мы сделали это за определенное время. И тогда, не понимая того, что меня ожидает, я просто написала «Хочу быть директором компании Reflame». И вторая моя мечта, я написала, что я хочу машину BMW X5. Для меня это тогда была мечта из категории «мечтать не вредно», да, и «вредно не мечтать». То есть я хотела, но я понимала, что это что-то для меня несбыточное. Потому что даже на сегодняшний день, имея хорошую работу на государстве, я понимаю, чтобы прокормить семью, отложить деньги, чтобы купить машину за 40-60 тысяч долларов, да, это немножечко сложновато, при этом не отказывая себе ни в чем. Я хочу сказать огромное спасибо тем людям, которые испытали терпение, выдержку и приглашали меня, наверное, на какое-то мероприятие, приглашали меня на какую-то акцию. Они старались всегда быть на связи, вроде бы немножечко вдалеке от меня, да, но они всегда старались быть на связи со мной. Те люди, которые пригласили вас, просто подумайте, иногда они знают немножко больше, чем вы, а мы, отмахиваясь от любой информации, просто не готовы ее принять. Наши возможности появляются не с того момента, когда мы что-то знаем, а с того момента, когда мы что-то готовы для себя принять. Вот, наверное, тот момент для меня настал, просто пришло время. Мне никто не рассказывал, меня никто не приглашал, да, то есть я уже, послушав, приняла решение найти правду, как здесь зарабатывают деньги. Когда я приехала с мероприятия, естественно, я приняла решение искать информацию везде, где я могу ее найти. Я звонила спонсору, я стала читать какие-то книжки, я стала открывать буклеты, и на сайте компании, да, я нашла информацию по плану успеха и стала его изучать. Естественно, большую часть информации дал мне спонсор. И в тот момент я выглядела вот именно вот так. То есть я уже понимала, что я могу здесь что-то заработать. Я понимала, что я могу выглядеть так же, как та девушка, которая стояла на сцене. Я понимала, что я могу совместить образ прекрасной бизнес-леди и образ хорошей мамы. И я понимала о том, что вот она возможность, которую дает мне компания. И иногда не надо искать что-то далеко. Иногда надо просто посмотреть, что находится рядом с тобой. Зачастую, приглашая людей в бизнес, мы думаем, что у нас знакомых нет. И мы начинаем искать какие-то другие контакты, кому-то звонить. Но на самом деле стоит оглянуться, у нас огромное количество возможностей наших рядышком. Это наши близкие. И приняв решение, мне достаточно было полгода, не имея опыта. Имея только большое и жгучее желание выйти на звание директор. У меня не было системы работы. У меня не было четкого понимания то, делаю ли я это правильно или неправильно. Я просто принимала решение делать действия. И делала их много. И спустя полгода одна из моих мечтаний сбылась. Это собственный офис. Потому что для того, чтобы быть красивой леди, необходимо было какое-то место, которое бы я украшала, естественно. Появился опыт. Появилось немножечко уже знаний о том, что необходимо делать. И в тот момент, когда закрывалась квалификация директора, может так сложились обстоятельства, но я всегда говорю о том, что нет случайности в этой жизни. Мы приняли решение и приобрели ту мечту, которая для меня когда-то была несбыточной. Полгода усилий, желания, действий и старания. Я думаю, что многие из вас, посмотрев, скажут, молодец, ей повезло. Я также думала о Екатерине Тимохалец, которая когда-то стояла на сцене, на мероприятии. Я думала, какая она молодец. Вот я не такая. Вот я не смогу. Когда я приехала домой уже с четким пониманием, я понимала, если смогла она, смогу и я. И многие из вас спросили бы, а были ли трудности? Я вам скажу так. Трудности были, но мы о них ничего не знаем. Достаточно обратить внимание только на те моменты, которые у нас получились. Возьмите для себя любой опыт. Опыт не бывает только положительным. Да, но опыт есть опыт. И все то, что нам дает возможность развиваться, это наша цель, это принятое решение. Есть такое выражение, да, действуй независимо ни от чего. Поставил цель, допейся и точка. Со временем у нас организовалась команда. Я понимаю, что бизнес в компании Reflame не развивается в единицах. Бизнес компании Reflame – это бизнес команды. Когда мы четко поняли о том, что команда должна быть, скажем так, не маленькая, а большая, да, мы стали приглашать, естественно, в команду всех людей. Всем, кому мы могли дать возможность о скидке, об акции. Любую информацию, которую мы давали людям, они воспринимали. Кто-то принимал решение согласиться, кто-то принимал решение подождать, кто-то говорил, Наташа, это не мое. Таких людей было много. Но также таких людей было много, которые сказали, а давай вместе, а давай попробуем. И когда было принято решение, да, серьезное решение, я смотрела один замечательный ролик, слайды, презентацию на сегодняшний день известных людей в рамках компании Reflame. Это Екатерина Косицына. Это топ-лидер России. Это человек, который закрыл несколько званий в один год, и они закрывали каждый год по нескольку званий. Мне очень понравилась у них такая фраза. Если у вас нет шикарного дома, если вы отдыхаете, скажем так, за последние деньги, тогда забудьте, что у вас есть выходные. Необходимо прививать к себе привычку работать каждый день. И тогда, когда вы сможете восстановить свой собственный серьезный бизнес, который будет на вас работать, тогда вы можете спланировать свои собственные выходные. Собственные выходные дни, месяцы, годы и так далее. Компания нам предлагает, и часто об этом люди забывают, возможность пассивного дохода. Возможность, когда доход приходит к вам, независимо от ничего, работаете вы или нет. Та цель, которую я ставила перед собой в процессе, наверное, всего времени жизни, я хотела найти такой бизнес, в который я смогу вложить свое время, а потом в определенное время отдыхая, получать прибыль. Я понимаю, что на сегодняшний день, уделив компании Reflame определенные дни, недели, месяцы работы, и я понимала, что это мне даст большую отдачу. На сегодняшний день, для того, чтобы отдохнуть с ребенком полноценно, качественно, хорошо, необходимы деньги. Наши дети, они должны получать эмоции, наши родители, они должны получать эмоции. Все эмоции стоят больших денег. И для того, чтобы вашему ребенку предложить хороший, качественный отдых, мы посчитались с мужем, один раз выехав с ним ровно на один день в Минск с детьми. Это было мероприятие, которое включало в себя аквапарк, аттракционы, это был кафе, ресторан. И мы поняли, что наши расходы составили примерно 4 миллиона белорусских рублей. Для того, чтобы качественно отдохнуть с вашими детьми или с вашими родителями, вашей семьей, вам необходимо зарабатывать как минимум 16 миллионов в месяц. И это только расходы на удовольствие. И многие из вас, увидев картинку, до этого скажут, как так, не отдыхать. Я не говорю, что отдыхать совсем нет. Но выходные, качественные, вы можете провести только тогда, когда у вас есть деньги. Если у вас денег нет, и когда вы стоите просто на кухне, готовите кушать, и пытаетесь как-то ребенка, скажем так, развлечь, да, тем, что он будет играть за компьютером рядышком с вами, это не время провеждения с семьей. Так если вы тратите время вот на это, просто потратите его на организацию собственного бизнеса. Верокриятия проходят у нас всякие разные. У нас есть дни мамы. Когда мама находится дома, это на сегодняшний день уже есть такая возможность позволить, да. И это бывает не каждое выходное. Когда мы развлекаемся всей семьей. Когда я в распоряжении детей и своей семьи 24 часа в сутки. Я хочу быть хорошей мамой, но той мамой, которая будет запоминаться детям, и все эмоции, которые вам в эти дни, они запомнятся на долгие годы. Ну вот следующий слайд, это такая картинка, когда мы провели время в Комеле, мы с детьми ходили в кинотеатр, мы ходили в ресторан, на аттракционы, опять-таки, да. Я думаю, что самое запоминающееся для детей – это эмоции. Когда ребенок улыбается, это дорогого стоит. Почему я в Эрифлейм? Потому что у меня есть семья. Потому что я хочу дать своим детям, наверное, немножечко больше, чем дают обычные родители. Хотя, в принципе, и деньги есть, и возможности есть. Но когда я понимаю, что мой ребенок отдохнуть может не в санаторий в Беларуси, а где-то за границей, то я сделаю максимально возможное, чтобы это было. Когда я понимаю, что на сегодняшний день покупать одну-пару туфель – это нехорошо. И я не хочу, чтобы мой ребенок ходил и был в окружении школьников каким-то не таким ребенком. Я хочу, чтобы у них было все самое лучшее. Я хочу, чтобы у них было, наверное, самое новейшее. И тогда я приняла решение, что мои дети, они не будут нуждаться ни в чем. И именно поэтому на сегодняшний день я развиваю бизнес в компании «Ликвейн», которая дает мне возможность передать бизнес детям по наследству. Один раз вложенное время будет работать в дальнейшем всю мою жизнь и жизнь моих детей и продолжать дальше и дальше и дальше. Ну, работая в компании, естественно, есть какие-то небольшие вознаграждения или большие вознаграждения, да, поначалу это не совсем большие деньги, потому что мы в компании работаем на перспективу для того, чтобы организовать собственный бизнес. Ни один бизнес не приходит к нам с большими доходами уже первую неделю или первые две недели. И я понимаю, что мы работали какое-то время, звание директора, какие-то определенные, да, деньги, вложения, открытие офиса и так далее. И тут долгожданный бонус, да, мы очень любим, когда, получив какой-то результат, да, как маленькие дети, чтобы нас тоже награждали. В компании «Ликвейн» есть шикарное мероприятие, которое компания организовывает, наверное, для таких звезд, да, как мы. Это панкеты директоров, это шикарное мероприятие. Аня сегодня немножко затронула эту тему о том, что компания проводит эти мероприятия на высшем уровне. Я бы хотела сказать, наверное, не на высшем, а на самом высшем, высочайшем уровне. На сегодняшний день мероприятие с банкетом директоров признано лучшим мероприятием года в рамках России и Беларуси. Организованы самые лучшие выездные рестораны, организован самый лучший сервис. Вы только представьте, когда дарец спорта убирает все сидения, устанавливает самые лучшие подземные сцены, устанавливает самые лучшие проекты. И компания заказывает самый лучший выездной ресторан, который готовит для нас лучшие блюда. Когда ты сидишь за столиком, когда человек наливает себе обслуживающий даже сок, когда ты просто для того, чтобы сделать какие-то действия, ну, там, на себе попить не утруждаешься, когда это все делает обслуживающий персонал, ты понимаешь, это дорогого стоит. Другое дело, когда ты приходишь на это мероприятие, и корпоратив поддерживается эмоциями доброты и искренности. Я думаю, что если у вас есть люди, которые работают на государстве, вы понимаете, что не всегда наше руководство радует видеть нас на корпоративе. Кто-то не так сел, кто-то не так выпил, кто-то много выпил, кто-то мало выпил, кто-то не то платье одел. То на этом мероприятии люди все радуются от души. Когда руководство, становясь на колено, на сцене, приветствует тебя и поздравляет с твоим новым уровнем, потому что этот уровень на сегодняшний день делал ты. И бывают моменты, когда ты идешь просто по сцене и понимаешь, что ты как-то левудская звезда. И компания дает возможность любому человеку получить те преимущества, о которых он мечтает. Кто-то мечтает о сцене, кто-то мечтает о деньгах получать, кто-то мечтает о путешествии. Панкет динекторов проходит каждый год, и несурованный директор у вас будет возможность посетить данное мероприятие на две персоны. Когда меня спрашивали первый раз, как прошло ваше мероприятие, то, зная моего мужа, глядя на его улыбку на этой фотографии, все понимают, что даже не стоит задавать вопросы, потому что улыбка у него больше, чем у меня. У меня нет возможности сравнить какие-то корпоративы глобально, потому что у нас корпоративов не было в Реческом Райко, и по факту у нас вообще мероприятий каких-то общих не было. То мой муж, будучи руководителем, он побывал на многих корпоративах, и он понимает, что это мероприятие, наверное, лучшее эмоционально, и это просто видно в фотографии. Шло время, и в команде появились два лидера, два человека, потому что компания говорит о том, что не только помоги себе, помоги людям зарабатывать деньги. Я вам сегодня рассказывала о том, что у вас есть в окружении знакомые, близкие, которые тоже, возможно, нуждаются в дополнительном доходе, либо в основном доходе. Если у вас есть возможность, и вы о ней знаете, делитесь этой возможностью со всеми людьми. Для меня на сегодняшний день бизнес – это не только мои эмоции, мои впечатления, впечатления моей семьи, но на сегодняшний день это уже три человека, которые зарабатывают в среднем тысячу долларов. Они получили также эту тысячу долларов в единовременной выплате. Это близкие мне люди. Это моя свидетельница, мои троих детей, замечательный человек, который живет в другом городе, не рядышком со мной. Но это тот человек, который принял решение быть тоже хорошей мамой, и при этом зарабатывать деньги декретные больше, чем платит государство. Второй директор – это моя замечательная невестка, я ее так называю. Это Марина Круповская, первый мой директор. Это Шевеленко Анна. Я очень горжусь этими девчонками, потому что первое время, когда ты организовываешь свою систему, когда ты входишь в эту систему, то очень сложно как лидеру, так и лидеру, который находится рядом. Но самое главное, наверное, те лидеры, которые находятся с тобой, идут с тобой до конца, они самые сильные. И всю систему организовывали мы вместе, и мы шли в результат. Первый мой директор у меня получился в течение полутора лет, второй директор мой организовался уже в течение восьми месяцев, третий директор у нас организовался в течение полугода. То есть система, она совершенствуется, есть возможность развивать, развивать, улучшать свои какие-то навыки, обмен опытом дает возможность, что приводит к такому результату. И когда я шла по сцене, у меня всегда мечта была самореализация, реализовать себя, показать, на что я способна, какие у меня есть возможности. Но когда я стояла под сценой, когда мои директора шли с чеками, и когда они спускались вниз, я поняла, что на самом деле я лучше тебя чувствую, когда я под сценой, когда люди, которым я помогла, они идут на сцене. На самом деле это очень дорогого стоит, потому что одно дело, это ты, это твои впечатления, твои эмоции, но когда ты радуешься за свои близки, ты понимаешь, что если ты, если бы ты когда-то не стоял, если бы ты когда-то не рассказал, если бы ты когда-то просто не протянул их руку, у них могло бы этого не быть, у них могло бы все остаться так, как у них осталось. Но мы проделали, если мы вместе, и мы не понимаем, что моя выгодительская компания, чтобы помочь людям, хотя бы получить тот уровень, который есть у меня. И если на сегодняшний день я имею уровень старшего золотого директора со средним доходом в честь 1000 долларов, то человек, каждый в моей организации, кто хочет зарабатывать, моя задача поможет вам организовать именно такой уровень дохода. Ну и еще раз о вознаграждениях, которые дает компания, да, вот в этом году, как и Аня, мы были в Швеции, и компания сделала эту поездку для самой быстро растущей команды. Наш тут лидер, Алина Сидоренко, она в сумме в команде получила новых 22 директора, 22 новых директорских структуры, и компания дала вознаграждение поездкам, непосредственно сервисовый центр компании, возможность побывать на заводе, увидеть все воочию, как производится, какие там санитарные нормы, познакомиться лично с директором данного завода, чтобы мы могли обсудить какие-то вопросы, спросить, поинтересоваться, дать какие-то советы. И у нас было такое путешествие небольшое на несколько дней. Мы ездили туда в умной команды, и самое главное, что ты находишься в центре своей команды не только в рабочее время, но и во время отдыха. Ты понимаешь, что вам есть о чем поговорить, и, наверное, классные моменты, когда ты понимаешь, что мы вместе одна команда. Ну, Аня сегодня тоже немножечко говорила об Испании, да, это еще одно вознаграждение от компании, которое было в нашем варианте, то уже сумма была больше 100 миллионов белорусских рублей, потому что ехали мы вместе с мужем, и компания полностью оплатила нам путевку на двоих. Ну, сказать вам, что были эмоции, просто ничего не сказать. И если говорить о самых впечатлениях больших, то это, наверное, совет, который компания организовала, в нашу честь. Это была закрытая вечеринка, на которой могли присутствовать только лидеры компании Reflame. И это был, наверное, самый лучший дворец, самый лучший архитектурный проект, в котором мы могли находиться в тот момент в Испании. Это был город наук и искусств. Это самое лучшее и красивое здание в Испании, которое компания родила. Сделала очень красивую, шикарную сцену. И когда начался салют, никто не подразумевал, что это будет так шикарно. Но уже в процессе минут двух-трех мы поняли, что это что-то неописуемое. Если вам передать словами, то где-то три трехкомнатных квартиры в центре Минска вылетело в небо в Испании в тот вечер. Салют был настолько поражающий, салют был настолько впечатляющий, что иногда были видны слезы не только на лицах женщин, но и на лицах мужчин. И в тот момент, когда были куранты, когда мы заказывали желания, я только одну в голове у себя валила и понимала, что я ловлю себя на мысль о том, что как хорошо, что у меня были когда-то мозги, что я приняла решение, несмотря на отказы многих людей и понимание своих близких и родственников, о том, что это не серьезно, я приняла решение развивать свой бизнес в компании Replay. Я понимаю, что поздравление, честное время Швеции на самом лучшем и шикарном театре мира мне стоило усилий три года, чего мне никогда не давалось и не позволялось на нашей государственной работе в Реческом районе. Еще одно мероприятие, которое компания организовала также, это была менеджерская конференция в Египте. Наверное, с этой конференции я узла больше всего эмоций, потому что на этой конференции были не только лидеры, но и менеджеры, которые впервые посетили данную страну, впервые летели на самолете, и из двух тысяч людей, которые были на этом мероприятии, 95% людей впервые было за границей. Я, когда поднялись люди в зале, когда их спросили, поднимитесь, пожалуйста, кто сегодня первый раз вообще на территории другой страны, я имею в виду в рамках зарубежья, поднимитесь те, кто летел первый раз на самолете, я была настолько впечатлена, а есть ли мысль о том, что эти люди приняли бы решение немножечко подождать, немножечко подтянуть, то их могло бы просто не быть на данной поездке, и это могло бы пройти просто мимо них. На сегодняшний день я понимаю, что моя сила, моя уверенность, мое желание, мои цели помогают мне развивать не только мой бизнес, но и бизнес моих знакомых, людей, которые меня окружают. И самое главное понять, что на сегодняшний день бизнес в компании «Реклэм» это бизнес-людей. И если вы помогаете своим знакомым развиваться, развиваться очень быстро, то вы сможете получить результат как сами, так и помочь им. Но самое главное, начинать надо с малого. И понимать, что каждый человек, пускай на сегодняшний день, возможно, не знает информацию по бизнесу, но он моет свою голову, он моет свое тело, помоет свою семью, почистит дубы. И на сегодняшний день не то время, когда мы выбросим какую-то определенную копеечку и не подумаем, что мы сэкономили или нет. Ваша задача сегодня каждому человеку донести о всех возможностях компании «Реклэм». Кто-то идет сэкономить, кто-то идет заработать деньги, а кто-то принято это решение, узнав вашу информацию через день, через два, через неделю. Как вы спросите меня, как вы добились успеха, мы просто не оставляли себе шага назад. Мы не давали себе возможность вернуться. У нас просто не было на это ни сил, ни времени, ни желания, мы просто об этом даже не думали. Когда принимаешь решение, есть такой момент, это точка невозврата. Когда назад пути нет, ты принял решение, добились и точка. На сегодняшний день у нас впереди еще несколько дней до завершения патолога. Я думаю, что такая ситуация может быть как и у вас, так и у нас. Кто-то скажет. Осталось всего лишь пару дней. И что я могу сделать за это время? Я вам хочу сказать, не важно, когда вы признаете решение. Если у вас есть определенная цель, и вы должны просто эту цель получить. У нас сейчас идет новая конференция, и у нас есть новые возможности, которые вы можете получить совсем скоро и совсем не низко. Если вы не получаете результата в промежуточных моментах, то ваша цель она становиться не интересна. Поэтому, если вы поставили себе цель в этом патологе, какая бы она ни была для вас на сегодняшний день нереальная, просто примите решение, что вы это сможете. и тогда у вас не останется шанса ее не сделать. Я вам всем желаю быстрого старта, потому что время у всех одинаковое, начинают все стартовать одинаково. Единственное, что все зависит от вас. И еще я вам хочу пожелать, чтобы вы никогда, никогда, никогда не сдавались. Ведь вы пример своих близких, своим детям, своим знакомым. делайте то, что вы запланировали, и тогда у вас все получится. Я благодарю вас за внимание. Я понимаю, что я не вижу вас в чате, к сожалению, почему-то, но я, если я хотя бы сегодня, хотя бы что-то вам дала, возьмите это обязательно. И сделайте это так, чтобы потом вам действительно не было стыдно за прожитое время, да, нереализованное вами. Ведь время бежит неумолимо. Всем огромное спасибо, успехов вам, закрытие удачного каталога, и помните, у вас еще целых пять дней впереди. Все, всем удачи, отключаюсь. Анечка, отдачи. Субтитры создавал DimaTorzok